Итак, мы находимся сейчас на вечере «Вопросы и ответы» в первой гимназии. Это мой электорат, моя целевая аудитория, да? Да, целевая. Давайте. Кто вопрос задает? Кто громко? Давай, давай. Илья Сергеевич, верите ли вы в том, что наказание неизбежно достигнет того, кого оно суживает? Абсолютно я в этом уверен. Я так скажу, даже доказано по жизни. Если ты сделаешь кому-то что-то плохое, рано или поздно оно тебе вернется. Но поверь мне, когда оно тебе вернется, ты точно не будешь вспоминать, за что оно тебе вернулось. Потому что, как правило, все это происходит не сразу. Вот ты сделал что-то плохое, тебе на следующий день жизнь там подляночку подвернула. А через некоторое время. И, как правило, человек об этом не помнит. И поэтому я всегда тоже всем говорю, лучше вообще этого не делать. Потому что я верю очень сильно в энергетику. Если ты делаешь добро людям, добро рано или поздно тебе вернется. Будешь делать плохое, рано или поздно тебя тоже жизнь накажет. Вот девочка у меня. Она не стала слушать личной жизнью, но он уже ответил. Личной жизнью? Илья Сергеевич, расскажите о ваших самых интересных подарках, которые вам дарили. Автомобиль! Шучу. Нет, 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 нет. Ну, для меня, на самом деле, вот если вы, так сказать, главный подарок за последние 12 лет, то, чем я занимаюсь, это благодарность людей. Даже самая какая-то смс-ка ВКонтакте. Спасибо, что вы занимаетесь там нашими детьми, там, или всем вот этим. Последнее время периодически говорят благодарность. Но на самом деле для меня благодарность, наверное, слово. Материальная вещь, она тоже хорошо. Вот эмоции, эмоции от слов, благодарности, причем, наверное, искренней. Вот это для меня, наверное, самый такой. Самое элементарное слово, говорите всегда спасибо. Всегда спасибо. Чтобы это не было как должное. Вам дали ручку, говорите спасибо. Это самый минимум. Вам подарили машину, говорите спасибо. Спасибо. Первая работа. В возрасте 7 лет я заусенцей ножом снимал с пластиковой железной дороги и получил за это 6 рублей. Это был девяносто первый. Это был восемьдесят девятый или девяностый год. А если брать первую официальную работу, я был военным. Ну, я всегда был военным. Это, получается, у меня третье место работы. Первые две места, ну, военный. Сначала Министерство обороны, потом Федеральная служба безопасности. И сейчас Ярополк. Ну, еще депутат, это тоже четвертое место работы. Пока так. Что, кто еще? Можно я? У меня следующий вопрос. У кого еще крутой вопрос? Как он считает? Да. Илья Сергеевич, если бы вы встретились с собой маленьким, что бы вы себе вызывали или сказали? Чувак, у тебя все получится. Вот так. Наверное, так бы. Я что, по-моему, присоединился? Можно с собой как-то медленнее? О-о-о-о, молодец. Читаете ли вы себя обвинчивым человеком? И есть ли у вас что-то, что вы не смогли простить родных или простить друзьям? Я так хочу сказать, что прощать надо всегда по жизни. Если ты не прощаешь, ты таишь обиду. Так. Депутат. Давай, вставай. Вот ты. Твой кумир сейчас. Громко, отчетливо. Громко. Твой кумир. Нет кумиров. Нет кумиров? То есть нет людей, на которых ты хотел бы равняться? Да, если на вас. Хорошо, я выиграл. Ха-ха-ха-ха.